Добрый день! Вы смотрите программу Экономикс, где мы обсуждаем самые актуальные темы экономики и финансовых рынков. Здравствуйте! Мы рады приветствовать в нашей студии основателя достаточно популярного и динамично развивающегося образовательного сообщества СССР Александра Вальцева. Александр, приветствую! В первую очередь хотели познакомить тебя со зрителем. Расскажи, пожалуйста, о себе. Где ты учился, где живешь, чем занимаешься? Спасибо, Ренат и Дмитрий, что позвали меня на сегодняшнюю встречу. То есть, как я уже говорил, меня зовут Александр Вальцев. Я учился в университете Торонто, вырос вообще в Петербурге. Потом с семьей мы переехали в Канаду, там я выучился. И затем уже после окончания университета уже приехал в Россию для того, чтобы здесь работать. Вот ты учился в зарубежном университете. Чем отличается и сильно ли отличается зарубежное образование от российского? Я не могу, во-первых, конкретно говорить на тему отечественного образования, потому что я здесь не учился. Могу лишь сравнивать с тем, что я вижу сейчас, общаясь со студентами. Что касается западного образования, опять же, там тоже мой вуз может сильно отличаться от других вузов. Там, как нас учили, как учат в других местах. Могу лишь сказать, что на Западе больше просто обучение такое прикладное. То есть, многие профессора, это там действующие профессионалы в своей индустрии. Они просто приходят там несколько раз в неделю, преподают какой-то курс. То есть, это очень там распространено. То есть, соответственно, если мы говорим конкретно про финансовое образование, то люди получают более практические навыки даже на уровне бакалавра. То есть, это, наверное, основное отличие будет. Саша, ты являешься основателем такого крупного образовательного сообщества. Вообще, расскажи, как ты пришел к идее создания данного проекта? Что сподвигло тебя к реализации данных идей? Ну и хотелось бы услышать, какова основная миссия вашего сообщества? Основная миссия сообщества, на самом деле, давать образование в доступном виде многим людям. У нас, конечно, такая более наполеоновская миссия, если смотреть нашу презентацию, например. Но смысл в том, что мы просто хотим дать людям доступ к хорошему качественному образованию, вне зависимости, где человек проживает, в России, не в России, в Москве, не в Москве. То есть, чтобы он мог приобщиться, если у него есть именно желание развиваться на данном моменте именно в финансовой сфере. Хотя, естественно, есть желание потом в долгосрочной перспективе и на какие-то смежные рынки тоже переходить. В целом, идея пришла еще в 2013 году. Я тогда учился, по-моему, на третьем курсе. И, по сути, мне нужно было лишь какое-то место, куда я бы мог заливать какие-то материалы со своих лекций, для того, чтобы я мог лучше усваивать. То есть, я просто лучше учусь, когда я кому-то что-то рассказываю или кому-то что-то показываю. Соответственно, сначала это была просто вот такая как бы тусовка некоторая. Дальше сообщество развивалось. То есть, просто люди органически... Ну, органически росло. Люди приходили там без всякой рекламы. Просто вот видели, что у нас хороший материал выкладывается. И, соответственно, там оставались. После этого, наверное, только пару лет назад уже мы начали что-то делать свое собственное. То есть, там, свой собственный контент создавать, какие-то свои образовательные программы организовывать. И сейчас это, конечно, уже не просто какое-то хобби, которое помогало мне лично в чем-то. Сейчас это больше уже... Это уже как бы компания, которая имеет какую-то миссию, имеет какой-то рынок. И уже сейчас делается все гораздо более профессионально, чем это было несколько лет назад. Вот у вас основной контент – это анализ финансовых рынков, оценка бизнеса, да? Ну, по сути, да. То есть, по сути, мы... Наш такой кор, ядро – это там корпоративные финансы, бухучет. Возможно, немножко налоги. Ну, такие вот именно вещи, которые людям помогают. Вот, ну, по сути, специализации, да, в которых люди именно потом работают. Вот. Что касается, там, анализ финансовых рынков, это больше... Мы так не очень этим занимаемся прям подробно, да? Но в этом, конечно, тоже есть некий интерес. Вот. Но в целом, именно основное – это именно знания, которые помогают людям потом устраиваться на работу. И работать там в этой сфере конкретно. То есть, ну, инвестиционные идеи какие-то вы сами не прорабатываете. А вот если оценку бизнеса проводите, то, ну, есть ли такая возможность как-то вот спрогнозировать? Мы проводим, мы проводим. У нас есть, может быть, кто слышал, такой портал есть, называется Seeking Alpha. Да, конечно. Seeking Alpha, да. Это англоязычный портал. Там можно писать анализ, за это получать деньги. Да? Деньги причем неплохие, если делать качественную работу. И мы... У нас есть там аккаунт, как бы, да, есть присутствие. И у нас каждую неделю там 3, 2, 3, 4 статьи появляются. То есть от наших, как бы, аналитиков, желающих людей, которые хотят там и попрактиковать, там и в анализе, и в английском еще за это получить деньги. Вот. То есть мы это тоже делаем, но это такое, как бы, еще один контент, еще один вид контента, который мы создаем. Но это не основное, но мы этим тоже занимаемся. Хорошо. Смотри, сообщество проводит много тренингов, различных обучающих видео. У вас уже прошла летняя школа, заканчивается зимняя школа. Да. Вот. Скажи, каких результатов вы добились? То есть сколько человек выпустили? Ну и если есть информация, там, может, ты общаешься с людьми, которые выпустились, как это им помогло в построении карьеры в финансах? Да. Хороший вопрос. На самом деле, если говорить о том, сколько вообще людей прошло через наши курсы, то где-то с лета 15-го года, я думаю, что там человек 400-500 точно. Вот. Другое дело, что некоторые ребята просто повторные, как бы, клиенты. То есть они взяли один курс, второй, третий. То есть это сложно учесть бывает. В целом, по результатам, например, там, летней, зимней академии уже есть люди, допустим, которые благодаря нам либо сами какую-то работу нашли, да, то есть, допустим, смогли пройти успешное интервью благодаря знаниям, которые они получили, либо с нашей подачи, там, попали на какое-то собеседование и уже сейчас начинают работать. А с какими компаниями ваше сообщество сотрудничает? Ну, список, мы, на самом деле, именно так официально совершенно недавно начали сотрудничать. У нас есть там список компаний 7, наверное, да. Но вот именно куда люди, куда мы людей сами могли сейчас устроить, это компании, там, дочерние компании каких-то госпредприятий в основном. Так просто получилось. Примерно можешь привести? Примерно, допустим, фонд развития интернет-инициатив, там есть, у них дочка называется Star Trek. То есть мы сейчас, там, пару человек туда попало, с, допустим, зимней, с летней академии, и мы просто сами, там, их предложение осозрали некую рабочую группу, где, там, люди с нашего сообщества, не обязательно с курсов, но именно через наше сообщество, да, пришли. Вот, мы их, там, проинтервивировали, их, там, взяли, соответственно, на работу. Какие-то более крупные компании тоже есть, но с ними пока, допустим, нет каких-то таких прям успешных историй. Скорее, есть истории, там, отдельных участников, которые, как я уже говорил, прошли, да. Это один человек прошел, там, в KPMG, другой человек сейчас вот с ним общался, он прошел в Сбербанк, и третий человек, там, прошел в одну из начальних компаний, Растеха. Вот, ну, то есть это госкорпорация, как я уже упоминал ранее. То есть, да, есть отдельные истории. Да, вот у вас масштаб деятельности достаточно-таки большой, если анализировать с разных точек зрения. Как вот удается поддерживать вот такой контент в группе, вот если посмотреть вашу страницу ВКонтакте, там, достаточно много ежедневно появляется информации. Сколько человек у вас в команде? Как вы вообще, вот, выстраиваете работу в своей команде? Ну, сколько именно постоянных людей, я бы сказал, наверное, человек пять, там, включая меня. Вот, то есть, есть там, то есть, есть я, есть человек, который занимается продажами, отвечает, есть человек, который занимается контентом, то есть, там, SMM, в принципе, не только контент, еще аналитика, ну, там, много чего делает. Есть человек, который организует мероприятия, который, там, выходит на работодателей, и есть также, там, преподаватели, которые я, как бы, не считаю, прям, как часть постоянной команды, но они выполняют свою работу, там, сезонно, да, какие-то отдельные курсы ведут. То есть, если учитывать еще их, то это еще сверху, там, человек восемь, получается. Вот. Как это все выстраивается? Ну, понятное дело, там, есть какие-то общие чаты, есть, там, доска Kanban, там, Trello, может быть, кто знает. Слышали, да. Вот, ап такой интересный, то есть, сбиваешь эту задачу, ставишь какие-то due dates, то есть, какие-то дедлайны, так называемые, да, и, соответственно, там, человек выполняет работу. Постоянно, естественно, там, новые идеи какие-то сыпется, у нас есть для этого, там, папка на облаке, да, куда люди, там, могут загружать, опять же, там, постоянно созваниваемся друг с другом, постоянно, как бы, работа идет, пока команда небольшая, это довольно-таки быстро все удается делать, там, какая-то идея, там, либо быстро принимается, либо быстро отвергается. Ну, хотелось бы отметить, что с такой достаточно небольшой командой вы выполняете достаточно большой объем работы. Саша, я знаю то, что ты дипломированный финансовый аналитик, то есть, имеешь CFA First Level, вот, расскажи, пожалуйста, о своем опыте, как ты готовился к нему, что это тебе дало, и имеешь ли какие-либо другие дипломы, типа, FFFR, SCCA, вот, и вообще, как считаешь, есть ли от них какая-либо польза, ну, как готовишься? Хорошо. Знаешь, что касается CFA, сдал его еще в 14-м году на последнем курсе университета, на самом деле есть, там, желание второй сдать третий уровень, там, в ближайшие несколько лет? Нет, чтобы, нет, чтобы, ну, окей, давай, тут два ответа, да, что касается опыта работы, там, условно, он и так идет уже, да, там, ты себе в самом начале регистрируешься, ставишь, в компанию работаешь, он тебя капает. А чтобы сдать просто экзамен, тебе опыт работы не нужен, чтобы получить корочку потом, да, там, CFA, Chart Holder, так называемый, да, что можно было после запятой CFA ставить по своему имени, тогда, да, там, нужен опыт работы, чтобы просто сдать, тебе не нужен опыт работы вообще. То есть я знал людей, которые сдавали все три уровня каким-то образом еще учащись в университете на бакалавр. Вот это как бы не совсем законно, да, с точки зрения их правил CFA института, но были такие люди, и, как правило, их очень быстро на работу брали. То есть, что касается, там, полезности, да, я могу сказать, что если вот вы именно ищете работу, то есть именно хотите, как бы, работать в финансовой серии, как-то выделяться среди массы кандидатов, да, то да, CFA, там, первый точно надо сдать, там, второй, как бы, желательно. В принципе, если выучите, там, на третьем курсе, то уже можно, там, по-моему, первый сдавать. Что касается самой работы, в российских реалиях, на самом деле, CFA это так. То есть если только работаете в каком-то, там, крупном банке, или, там, в инвестиционном банкинге, или, там, в private equity, какие-то знания, там, могут понадобиться, и то больше как терминология, потому что CFA больше заточен на управлении активами, а не на корпоративный финанс, там, банковскую деятельность и так далее. Что касается ACCA, то да. Вот ACCA, я знаю людей, которые работают даже, там, в каких-то чисто российских компаниях или госкомпаниях, да, и они, вот, собираются, там, сдавать ACCA, потому что они понимают, что, там, хотят лучше понимать отчетности, хотят лучше понимать, там, налоги и так далее, и так далее, и так далее. То есть это, в принципе, есть смысл делать, но, опять же, если вы двигаетесь, вот, в стезе, там, какого-то финансового отдела, то есть в будущем хотите, там, стать финансовым директором, например. То есть ACCA это именно то, что нужно делать. А российские FSFR, если рассматривать? На самом деле, плотно незнакомы, насколько я знаю, это связано именно с рынками, да? FSFR 1.0, да. Если вы хотите работать, там, на российской рынке, пожалуйста. Ну, FSFR, на самом деле, там, гораздо проще будет сдать, чем CFA и CSA. То есть я вот, то, что люди говорили мне, там, один-два уикенда поготовится, и можно, можно уже идти сдавать. Чтобы CFA сдать, мало того, что, там, английский надо знать на таком хорошем уровне, чтобы хотя бы понимать точный вопрос. Так нужно где-то полгода готовиться. То есть я готовился, я сдавался, естественно, в июне, начал готовиться в январе. Могу сказать, что мне было довольно сложно, но это, скорее, связано с тем, что я просто так ленился довольно-таки часто. Вот, так, если, как бы, именно готовиться, отводить для этого время, именно, там, постоянно решать тесты. Вот это очень важный совет могу дать, кто собирается CFA сдавать. То есть материал материалом, но главное это сдавать тест, потому что, в конце концов, что от вас нужно, требуется, да, что вам нужно, это просто сдать их тест. То есть вы можете, условно говоря, там, половину знаний забыть, там, на следующий день, но вам нужно знать тест. Все это нужно всегда держать в голове. Вот, если говорить о советах, у нас основная аудитория зрителей — это студенты. Что ты посоветуешь им, вот сейчас студентов вторых, третьих, четвертых курсов, магистра, вот какие действия сейчас необходимы для того, чтобы построить успешную карьеру именно в финансах? Окей, действия какие? И, смотрите, первое, что нужно сделать, да, это конкретно заняться нетворкингом. То есть я знаю, там, кто-то предпочитает, там, читать книжки, какие-то курсы смотреть, да, но если мы говорим про карьеру, то финансы — это, прежде всего, общение. Да, по крайней мере, если мы не говорим, там, про, там, риск-менеджмент какой-то, бэк-офис позиции или что-то в этом духе, да, там, алго-трейдинг, то есть где надо сидеть просто, печатать, да. По сути, по сути, если мы говорим, в целом, да, это общение, соответственно, надо общаться с людьми, которые работают в индустрии. Это раз, да, понимать вообще, что как выглядит, заводить знакомства хорошие, да, желательно не на таком уровне, что просто, что все понимают, что тебе просто нужна работа, да, а именно, как бы, такое, именно, дружеские отношения заводить — это первое, да. Второе — это, конечно же, хорошо знать материал, вот, когда я говорю хорошо знать материал, я говорю, что нужно знать, в принципе, все, то есть не только, там, зарубежные какие-то, темы, да, в последнее время очень популярные, там, корпоративные финансы, там, Брейли Майерс, Дамадаран — это все круто, да, это нужно знать, но еще более важно это именно знать именно российские темы, там, налоговый кодекс, корпоративное право отчасти, хотя бы так, на среднем уровне, бухучет, обязательно просто всегда людям это говорю, потому что бухучет — это реально такая тема, которую никто в мире нормально не знает, вот, когда начинаешь задавать вопросы более конкретные, люди начинают сыпаться, и неважно, там, МСФО, международный стандарт или российский, как правило, люди знают плохо все, вот, и когда они, там, приходят на собеседование, начинают задавать вопросы, получается весьма такие ответы слабые, да, и здесь уже работодатель делает две, одну из двух вещей, да, первое — он либо просто отказывает, да, там, следующего зовет, либо, как чаще всего бывает, потому что, в принципе, позиции на самом деле, если мы не говорим про какие-то, там, топовые компании, да, они весьма плохо афишируются, пул кандидатов, в принципе, не очень большой, и, как бы, выбирают меньше из, там, из двух, трех, пяти зол, и человека, соответственно, если его выбирают, то, понятное дело, его ставят, там, на очень низкую стартовую зарплату, чтобы он, соответственно, что-то узнавал уже на работе, какие-то знания получал там, но, понятное дело, что, там, кого-то это может демотивировать, да, были вот такие ожидания, в итоге он начинает с этой ступеньки, то есть, кому-то это, может быть, помогает, кого-то это вырубает, вот, соответственно, чтобы такого не было, нужно показывать компетенции, знания, да, желательно, естественно, иметь какой-то опыт, если вы, там, второй, третий курс, то есть, второй курс уже начинаете искать какие-то стажировки, в принципе, неважно, там, в финансах, не финансах, да, то есть, лучше какая-то, какой-то опыт в бизнесе, да, чем никакого. Саша, а вот в плане карьеры, ты самый, куда собираешься двигаться, то есть, какие дальнейшие у тебя планы? Окей, значит, сейчас у меня основной приоритет именно вот этот проект свой, да, то есть, СФ, мы с группой ребят его развиваем, в принципе, есть потенциал у него, пока я вижу его, там, как коммерческий, так и некоммерческий, то есть, пока есть рост, какое-то движение, да, я остаюсь там. Вот, есть, конечно, там, какие-то мысли насчет того, что можно, допустим, там, через, там, годам к 30, там, на MBA куда-то пойти, да, но это так, будем смотреть по ситуации. Сейчас, пока я двигаюсь в этом направлении, уйти там куда-то в офис, грубо говоря, работать, я всегда могу, вот, но кто будет заниматься тем, чем я сейчас занимаюсь, то есть, это как раз-таки одна из, одна из причин, почему СФ никуда не пропал, там, после того, как я выпустил с университета, потому что уже было какое-то, какое-то сообщество, какая-то аудитория, и как-то было очень грустно всех, там, бросать, распускать и так далее, да, соответственно, вот с этой аудиторией надо работать, это как-то костер, которому постоянно нужно подкидывать дрова, вот, поэтому сейчас, пока занимаюсь этим, мне это нравится, я вижу потенциал, если что-то изменится, да, то есть у меня всегда возможность куда-то перейти, в основном, благодаря тому, что тем людям, которые, в том числе, благодаря нам, могли получить там работу, и они вот сейчас растут на своих должностях, и посмотрим, во что это все, в конце концов, превратится. Саша, большое спасибо за интервью, спасибо за интересный ответ, пожелаем успехов в твоем проекте. Да, спасибо, Саша, было очень интересно. На этом первая часть программы подходит к концу. Далее мы обсудим текущую ситуацию на финансовых рынках и на мировых. Мы переходим к второй части нашей программы, где обсудим финансовые рынки за рубежом и в России, сразу перейду к теме. Дим, как ты считаешь, у кого считается сейчас на иностранных биржах, и каков внешний фонд? Ну, я думаю, начнем с американского рынка. Американский фондовый рынок на данный момент приостановил свой рост в последние недели. Если мы посмотрим на график S&P 500, то там мы увидим консолидацию, то есть вырисовывается флаг. Но вообще больших опасений по этому поводу нет, потому что, как мы знаем, флаг обычно означает, знаменует продолжение тренда. То есть эта временная проторговка является просто технической небольшой коррекцией. Также пока котировки находятся выше уровня 2310 пунктов, мы можем... Это по S&P, да? Да, по S&P 500. Мы можем говорить, что тренд положительный, возрастающий. И если он пробьет уровень в 2370 пунктов, то мы можем даже увидеть новые исторические максимумы. Это где-то 2450 пунктов. Что касается американской валюты, то здесь также мы не видели достаточно большой динамики. В принципе, в начале прошлой недели Дональд Трамп даже назвал американский доллар сильно переоцененной валютой. И рекомендовал ФРС достаточно долго еще держать ставки на низком уровне. Поначалу это начало негативно влиять на доллар. Но, видимо, учитывая компетенцию американского президента, рынок все-таки отреагировал обратной реакцией. То есть доллар начал расти. Как доллару ситуация с Трампом сказалась на сырье и металлах? Ну, сырье и металлы находились в положительной зоне на этой неделе. То есть поддержку также оказывают все нестихающие геополитические риски, в частности, и на нефть. Что касается золота, то мы видим растущий тренд. Но там серьезный уровень сопротивления в 1300 долларов за тройскую лунцию. Что касается Европы, то уже с ноября 2016 года здесь также мы видим возрастающий тренд. Индекс stocks Europe 600, он растет. Здесь все достаточно стабильно. То есть ждем выборов, которые уже достаточно скоро состоятся и будут определять динамику на фондовом рынке. А как бы ты прокомментировал ситуацию на российском рынке? Как ведут себя акции, индексы российских компаний? Чуть-чуть добавлю немножко по рынкам. США и Европа — это развитые страны. Можно действительно отметить динамику с 2015 года. Тренд от развивающихся стран пришел к развитым. Соответственно, даже несмотря на то, что Brexit и риски развала Европы, все равно мы видим рост по основным индексам. Но если говорить о России, то можно утверждать, что последние дни оказались очень нервными для российского рынка. Индекс МВБ основной просил ниже отметки 2000 пунктов, которая достаточно важная была. И в моменте опускался до 1900 пунктов в прошлую пятницу. Естественно, эта коррекция связана с геополитикой, с позапрошлыми действиями Соединенных Штатов в Сирии. Страхи в первую очередь связаны с этим. И инвесторы, которые не совсем разбираются в геополитике, просто-напросто подвержены этому тренду и продают свои активы при наличии хоть какой-то небольшой просадки. Соответственно, мы вот и увидели динамику индекса такой отрицательной. Если посмотреть на дневной график, то рынок сейчас все равно находится в тренде долгосрочном на повышение. Пока что отметки не опустились до 1850-1890 пунктов. 1890 вот тут как раз линия является линией поддержки долгосрочного тренда. Здесь можно утверждать, что тренд пока что еще долгосрочный и ждет наверх. Как думаешь, будет этот тур рынок пробит или нет? Я думаю, рассуждать не могу, прогнозировать. Но если говорить о текущей коррекции, то, наверное, на этих уровнях коррекция немножко остановится. Там уже будет либо консолидация пробития вниз, либо консолидация и возврат к повышательному тренду. Скорее всего, будет осколок все-таки. Да, я думаю, так и будет. Потому что, в принципе, если говорить о факторах, которые влияют, это опять-таки геополитика, которая очень изменчивая. И в целом наш рынок подвержен только этому фактору. В основном он достаточно на сильных позициях. Это связано и с рублем, и с нефтяным рынком. И даже если говорить о индексе второго эшелона, МВБ-10, это 10 крупнейших акций индекса, просел вот с начала года на 12,5%. Вот опять-таки мы видим, какого влияния оказывает внешний фон на этот индекс. А если говорить об индексе второго эшелона, то есть компании менее крупные, он практически не изменился, вырос на 0,7 пунктов незначительно. То есть корреляция, раскорреляция очень сильная. То есть основной рынок просел, а второй эшелон подрос. Да, то есть это говорит о том, что основной рынок в основном всегда впитывает на себя всю геополитику, а второй индекс остается под защитой. Поэтому если внутрь смотреть российского рынка, то у нас достаточно хорошая позиция. Ну вот если про отрасли говорить, то нефтяная отрасль аутсайдер, естественно, потому что она больше всего в индексе представлена, индекс падает, падает и нефтяная отрасль. Вот как бы ты прокомментировал сейчас ситуацию на нефтяном рынке, как она отражается на нашем индексе? Ну я бы сказал, что на нефтяном рынке достаточно спокойная ситуация, и все-таки продолжается поступательное движение вверх. Фьючерсы в ближайшие недели торговались на высоких уровнях, то есть коридор от 54 до 58 долларов за баррель. Ну я думаю, на фоне такой перекупленности в ближайшие дни мы можем ожидать небольшую коррекцию, то есть уйдет в уровень 54-55. В качестве локальных драйверов роста оказывали данные по США, то есть там у нас снижение по добыче нефти и по запасам бензина. И также новости из Ливии, у нас там вновь закрыт нефтеперерабатывающий завод, то есть у нас снижение спроса, поэтому цена идет вверх. Также поступают положительные новости от Саудовской Аравии, то есть она заявила, что готова продлить соглашение по сокращению добычи нефти. Напомню, что следующее заседание ОПЕК состоится 24 мая в Вене. И, кстати говоря, на рубль нефтяной фактор стал оказывать меньше влияния, я заметил. Ну, если бы говорить про рубль и нефть, то да, наверное, стоит констатировать факт того, что они не так сильно связаны сейчас, потому что рубль впитывает в себя еще много других фактов детерминат, которые определяют его стоимость. Сейчас видно на графике, что рубль находится в даунтренде, который уже с начала года достаточно такой затянувшийся. На него оказывается влияние много факторов. В первую очередь, и непонятно как, потому что, допустим, ситуация в Сирии не так сильно сказалась на рубле. Мы даже сейчас видим локальные минимумы этого года, там 56 на той неделе, в начале этой недели. Но вчера уже пробивал уровень 55. Да, то есть, в принципе, даже геополитика и как-то не так сильно сказывается на рубле, поэтому нефть влияет, в принципе, нефть, как ты уже сказал, сейчас на достаточно стабильном диапазоне находится, поэтому влияние такое ограниченное. Но экономические данные хорошие. Трамп, опять-таки, как ты заявил, говорит о сильном долларе, поэтому каких-то событий, которые могут негативно повлиять на рубль, ослабленность его, как бы, нет. Поэтому, в принципе, ситуация стабильная. Ну, это такой обзор от нас по финансовым рынкам. Стоит также добавить, что 23 апреля на этих выходных ставится первый раунд выборов во Франции. Опять-таки, вот мы говорим о Франции, потому что сильно влияет на рынки в связи с тем, что есть кандидаты, которые могут голосовать, точнее, не голосовать, а предлагать программу с выходом Франции из еврозоны. То есть, фрексит. Новый риск, новый черный лебедь для финансовых рынков, для мировых финансовых рынков. Поэтому мы будем смотреть, как скажется первый раунд на рынках. Из этого будем исходить и дальше строить какие-то торговые стратегии. Вот на этой неделе лаборатория фундаментального анализа КФУ провела анализ компании Черкизова, оценку бизнеса. Каковы результаты? Можешь поделиться, пожалуйста. Да, ну, Черкизова, хотел бы сказать, что это российская продовольственная компания, крупный производитель мяса. Результаты следующие. С учетом проанализированных показателей, выручка в нынешних ценах прогнозируется в районе 110 миллиардов рублей к 2021 году. Если компания сможет рассчитывать на субсидии и удерживать статью процентных выплат на уровне 1,5 миллиарда, то прибыль на акцию составит 207 рублей. При таком прогнозе цена акции в 2021 году сможет составить 2087 рублей. Это в будущих ценах или 1320 рублей в нынешних ценах. А сейчас цена у них? Сейчас цена составляет 921 рубль. Сегодня утром смотрел, если же Черкизова не будет получать субсидии, то процентные выплаты могут составить 4 миллиарда, соответственно. И прибыль сократится тогда, прогнозы цены акции уже к 2021 году прогнозируются около 1700 рублей, что эквивалентно 1042 рублям в нынешних ценах. Да, вот ты правильно заметил, что очень сильная зависимость от субсидий, потому что сельхозсектор всегда, ну, во всех странах, в принципе, это широко поддерживаемый сектор государства. Спасибо большое. На этом все, наверное, мы заканчиваем. Встретимся ровно через неделю. До свидания.